четвертая миссия в гонконге наверное ведет четвертая миссия в гонконге если мне не изменяет память вот здесь это есть либо броник либо аптечка аптечка отлично подобрали вернее броник нужно что-то более дальнобойные добавим 14 всего его м4 всего 6 патронов осталось двоих уже снял легко и непринужденно гранаты сами себя судя по воплим судя по воплим да действительно действительно сами себя подорвали вот и гранатами пользуются очень активно но очень неумело это факт очень много народа отходим зато у нас очень много дроби и дробовика пожалуйста и выстрелы 3 клуб сегодня была линия с путиным про эрика давидовича естественно вопрос не допустили хотя в петицию подписали 300 тысяч человек по закону вроде как если 100 тысяч набирается то кремль обязан рассмотреть этот вопрос или никто не рассматривал естественно дело-то и не в эрике дело в системе то есть нас запугивают вы понимаете нас запугивает что не надо не надо разоблачать чиновников не надо разоблачать себе коррупционеров не пойму откуда стреляют хоть и треснили откуда лупят откуда-то стреляют но а вон бежит тёлка так мы попали на рынок что ты опять я только высунусь опять откуда стреляют я не пойму откуда лупят объясните я должен сам в этом разбираться да ну да это не твич как никто не подскажет чате что нужно делать а кажется у меня дошло на балконе да точно на балконе сидит пидор броник броник здорово здесь я так понимаю ничего уже интересного не будет было бы очень хорошо найти аптечку я сомневаюсь что она будет в этих ящиках нет ее не будет в этих ящиках поэтому вот здесь должны встретить насколько есть память хотели встретить меня встретил я в итоге как видите поухали-поахали и умерли здесь вот два снайпера сразу ёб твою мать я сейчас себя очень сильно ранил вот с таким здоровьем я даже не знаю как я должен играть дальше у меня вообще не осталось здоровье здоровье ну так вот что мне делать с этими снайперами я не представляю пока что снайперы так одного снял остальные вот второй снял должен быть третий он 3 3 снял кто сейчас по мне лупил я понятия не имею здоровье нет я вообще не представляю как я сейчас должен выживать таких условиях но от снайперов мы избавились это факт я знаю что там дальше по курсу есть аптечка но я до нее не добегу потому что по мне кто-то стреляет а кто я не знаю где-то слева где-то слева судя по звуку неужели сверху неужели не всех снайперов снял да 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 я вижу снайперы я вижу снайперы ну не снайпер стрелок по сути просто вот макушка торчит с этим вопросом мы покончили слава богу так бежим к аптечке вот она вот она рожделенная то есть уже не все потеряно как говорится и вообще есть мне не изменяет память возможно где-то есть еще хотя могу ошибаться вот еще одна аптечка ну вообще тогда живем друзья подобрали две аптечки все все начинается сначала то есть все хорошо у нас так сейчас нам нужно вот сюда тут срабатывает скрипт отходим должно быть это то самое место отходим сейчас так готова сейчас побежит много народу всех нужно встретить второй пошел там человек пять шесть надо перебить они все внутри кто-то выбежит сам за кем-то придется прийти так убежал от гранаты блять он прям четко сюда кинул так этот мертв от этого убегаем очень очень жарко приходится игра действительно адреналиновая если играть честно на сложном уровне сложности как я то игра действительно очень интересная адреналиновая тому же и g2 даже не проигрывает если честно кто-то сейчас будет в меня плеваться ну да я так считаю она очень до адреналиновая очень довольно таки сложная вот того снайпера нужно снимать он нам не дать житья две пули сара за сожрал дальше нужно подвигаться очень осторожно бежим к бронику тут запрятан броник в одном месте очень хитро вот он здесь то есть у нас практически у нас 70 процентов здоровья и 50 процентов брони это очень очень хорошо и даже трудно поверить то что я под пивом сумел выйти из такого сложного положения потому что я потому что у меня был момент когда здоровье было там 20 процентов и не было брони я каким-то образом выжил даже поправил свои дела бегут бегут а мы тоже их ждем двоих положил третьего положил слышу звук открывающихся дверей это значит что сейчас мне снова придется с кем-то столкнулся осторожно осторожно здесь главное действовать очень осторожно потому что непонятно подождать той же самой гранаты черт возьми бежим кто-то швырнул гранату а кто я так и не понял кто швырнул сейчас а вот этот пидорас все стреляли ему руку в наказание так это нижний ярус нам нужно верно я смотрю сейчас нижний ярус возможно где-то есть аптечка или еще что-то кстати вот там вот дождите-ка мы сейчас можем открыть с помощью этого погрузчика или нет 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 открыть мы сможем погрузчик позже здесь есть меньше бает по не изменяет память нету нету не брони не аптечки здесь осторожно здесь точно кто-то пасет вон он стоит вон он стоит давайте с подствольника туда это самый лучший самый безопасный самый главный вариант а вот теперь с ними точно покончено я не представлю я не пойму почему с первого выстрела они не сдохли деревянные коробки точно картонный коробки не могли принять такой удар видимо промазался промазал тут а грехи движка исключены потому что деревянные коробки это сто процентов простреливается вот обвод броник у нас у нас стопроцентная броня и теперь мы точно эту миссию пройдем так дергаем этот рычаг ворота открылись вон они открылись бежим туда там сейчас двое должны нас встретить но мы-то знаем что они там поэтому все от встречались как говорится подбираем аптечку и с полным здоровьем с полным здоровьем переходим на следующий уровень всем спасибо друзья всем пока